Всем добра! Как всегда с вами Маэстро Ирдис и я приветствую вас на канале Сайберкрафт. Мы продолжаем серию уроков, в процессе которой создаем стилизованную игровую модель бочкомолота по концепту Ивана Кунакха. И в сегодняшнем видео уроке мы с вами займемся созданием крана и крестообразного крепежа. Всем еще раз привет! Я на всякий случай сразу скажу, для тех, кого может быть напрягает продолжительность и затянутость данной серии туторов, я стараюсь быть максимально подробным, чтобы было все понятно даже начинающему пользователю. Если вы уверены, что у вас нет необходимости в какой-то детализации и вы понимаете и железобетонно уверены в том, что знаете как это делать, но у вас есть какие-то вопросы, например, касаемо скульпта, либо запечки, или может быть текстурирования, то можете смело переходить к следующим роликам. Ну а мы начинаем. Для начала, собственно, создадим форму самого вот этого крепежа. Переходим в вид спереди. Давайте сначала создадим, нет, сам плейн. Развернем его по оси Х на 90 градусов. Так, у нас, по-моему, получается бэкфейс. Я думаю, сейчас-то не особого значения не имеет. Если что, потом мы его вывернем. GY перемещаем его перед геометрией. Пока что точное расположение для нас значения особого не имеет. Сейчас прикидываем это дело на глазок. Ctrl-A, Rotation и Scale сразу применяем. Теперь переходим на вид спереди. Включаем режим прозрачности. Смотрим по размерам примерно. Попадаем, не попадаем. Ну, если бы мы работали по чертежу, можно было бы в режиме прозрачности смело делать эту штуку. Сейчас нам так будет делать это неудобно. Поэтому можем для упрощения работы, если не хотите перемещать, ну, тыркать туда-обратно данный плейн, можете создать дубликат. Shift-D, X, переместите его в сторонку. GY, это немножко назад. То есть, чтобы у вас был плейн, чтобы вы видели образец, по которому работаете. У нас получается, вот эта штука острая, как бы типа закругления, она находится где-то на уровне вот края вот этой, точнее вот этой вот дырки, точнее промежутка между досками. То есть, примерно вот на таком вот уровне. S, X чуть-чуть со скейлем внутрь. Так. Есть. Мы сейчас будем с вами делать 1 четвертую этой штуки и потом будем закруглять ее, поскольку, ну, грубо говоря, она у нас фактически квадратная. Там есть небольшое искажение. То есть, она по оси X, право-лево, она у нас чуть-чуть поуже. А по оси Z, вверх-вниз, она у нас, наоборот, чуть подлиннее. Это мы будем потом поправлять. Сейчас, на текущий момент, чтобы было проще, чтобы меньше манипуляций производить, мы сделаем 1 четвертую. Применяем Rotation Scale еще раз. Делим нашу геометрию пополам. Нижнюю часть удаляем. Делим еще раз пополам. Одну из частей, ну, с которой вам удобнее работать. Мне обычно удобнее с правой частью работать. Левую я отзеркаливаю. Удаляем. Делаем отзеркаливание. Ставим клиппинг. И теперь нам необходимо дать форму вот этого вот кусочечка небольшого. Где-то здесь, в этом месте, выдавливаем геометрию. Опять же, стараемся сильно не сжистить. То есть, даем вот эту форму. Я думаю, здесь, наверное, закругленную форму сразу дадим. А внутреннее искажение будем давать уже вот здесь. Раз, два. Он там у нас... Ну, он не острый, он закругленный. Три. То есть, как-то вот так вот. Даем вот эту форму скругления. Поправлять геометрию, вертексы и все это будем уже потом. Сейчас нам главное, чтобы у нас была форма. Вот. Чтобы мы могли из этого сделать высокополигоналку. Заскульптить. Вот. А уже на лоупорке там все это дело мы будем поправлять. Так, ну, что-то такое похожее. Вроде бы. Теперь попилим здесь геометрию. Сделаем несколько срезов. Смотрим, где она у нас заканчивается. То есть, она у нас идет не прям до центра, до самого. Можем вот это SZ смять. GZ поднять. То есть, ну, где-то, наверное, вот как-то так. Теперь придаем форму. Ну, опять же, я думаю, без этого, без сильного фанатизма. Оно у нас идет здесь потом на расширение. То есть, примерно как-то вот так. Теперь, так как у нас точка центра находится все еще в центре координат, давайте переместим к ней вот этот последний треугольник. Для этого обязательно обратите внимание на панели инструментов клавиши N трансформация, чтобы были включены локальные координаты. И по локальным координатам по Z вот эту вершину выгоняем в ноль. То есть, получаем вот этот вот такой треугольник. Что теперь с этим чудом мы можем сделать? Мы можем закольцевать его с помощью какого-то вспомогательного объекта. Данный вспомогательный объект необходимо создать. Это будет объект пустышка. На самом деле он, как сказать, жирный получился. Но я думаю, сейчас в процессе будем это делать, доделывать. Нам необходимо, чтобы объект пустышка был создан в том же месте, где у нас находится наш объект целевой, с которым мы работаем. Для этого выбираем объект, с которым работаем. Нажимаем комбинацию клави Shift-S. Курсор to Selected устанавливаем курсор к выбранному объекту. И добавляем сюда объект пустышку. Shift-A категория empty, то есть пустые объекты. И добавим объект куб. Сделаем его поменьше, чтобы он был видимый в пределах работы. Ctrl-A, Scale. Обязательно, чтобы были применены и ротейшены, и скейлы, чтобы они были идентичны у данных объектов. Теперь выбираем наш целевой объект. Так, проверяем и создаем в сцене все еще. Вот о чем я говорил в предыдущем уроке. Добавляем сюда модификатор Array. Так, вот он. Да, про модификатор Array я, к сожалению, пока еще не успел записать уроки. Может быть, чуть попозже будет. Расскажу детальный проект модификатор. Тоже есть очень много всего интересного с ним. Применять его можно в самых разных случаях. Теперь в данном модификаторе убираем галочку с блока Relative Offset и ставим галочку Block Object Offset. То есть, смещать относительно какого-то объекта. В качестве вспомогательного объекта выбираем наш объект пустышку. Если сложно пипеткой здесь его выбрать, можете найти его здесь в списке. По названию это у нас объект Empty. Какой у нас там? 0,04. Выбрали. Теперь нам необходимо закольцевать, точнее, нашу вот эту геометрию. Для этого нам необходимо у нас получается 4 штуки. То есть, на 90 градусов повернутые. Нам необходимо наш объект пустышку. R, Y повернуть на 90 градусов. Видим то, что последующий элемент диапазона Array повернулся вместе с нашим объектом пустышкой. Теперь увеличиваем значение в поле Count. 3, 4. И получаем, собственно, целостный наш объект. О чем я говорил? Здесь по высоте она чуть подлиннее, по ширине она чуть поуже. Видим то, что ну, примерно, да, так оно и есть. Нам нужно будет чуть-чуть ее потом поддеформить, но это мы можем сделать уже потом. сейчас чуть-чуть, наверное, подкорректируем толщину самого, ну, самих вот этих лепестков и сделаем наконечник чуть-чуть поострее, наверное. Переходим в режим редактирования. Теперь, как бы, редактируя только одну восьмую часть вот этого всего чуда, мы можем влиять на всю геометрию нашего объекта. Единственное, только не трогаем вот эти вершины, чтобы, собственно, не распаять их. То есть, чтобы оно было склеено все. Выбираем GX. Это можем сделать GG. GG, чтобы вдоль оси. так, эти, давайте работать на виде спереди, чтобы не тот по двум осям только. Так, GG еще сюда. Это еще немножко уменьшим. Это, так, сюда. То есть, ну, придаем ему более такую более приятную форму. Так, здесь можно чуть сделать поострее. Переход. Может быть, его даже чуть-чуть поднять. Вот, примерно как-то так получили. Опять же, точно так же, как мы делали с веревкой, мы можем эти два объекта, ну, здесь они у нас уже находятся в целевой коллекции, мы можем сделать дубликаты M и переместить их в сэмплы. То есть, у нас уже есть заготовка, если мы где-то накосячим, мы сможем к этой заготовке потом вернуться. Так, теперь, для того, чтобы меньше морочиться с объединением сшивания вершин, мы можем попытаться замерджить вершины с помощью модификатора Array. Во-первых, поставим галочку на пункт Merge, то есть, он попытается сшить все вот эти вершины последующие. А для того, чтобы у нас сшились первый и последний, вот здесь, на разворачивающемся списке Merge, есть еще одна галочка First and Last Copy, то есть, сшить первую и последнюю копию. Сюда тоже ставим галочку. Теперь превращаем данный объект в Merge. Можем сразу удалить вот это Empty, здесь он у нас больше не нужен. И смотрим на геометрию. Здесь сшилось, здесь сшилось, центр тоже весь сшит, сшито, все замечательно, все прекрасно. Можем чуть-чуть теперь смять нашу геометрию, то есть, давайте, наверное, не будем сминать ее всю, не будем слишком тонким вот этот центр делать. Вы хотят давать чуть-чуть SX, сомнем его весь, чуть-чуть, совсем дэху. А теперь возьмем только вот эти центральные, только горизонтальные лепестки, SZ чуть-чуть сомнем, SX тоже чуть-чуть сомнем. То есть, чтобы они у нас находились фактически рядом с этими веревками, придавая вот эту немножко ассиметричную форму, то есть, это у нас не идеальный квадрат, а он такой типа а-ля ромб. Получили форму, замечательно, теперь можем немножко подогнать ее к бочке, смотрим примерно по толщине, толщина у нас получается примерно такая же, как и вот этой верхней шляпы. Примерно как ее здесь сделали, примерно сделаем ее такую же и здесь. Теперь, чтобы на всякий случай не накосячить с фейсами, я думаю, что мы можем сначала применить модификатор, то есть, дать толщину не вручную, а дать объем с помощью модификатора. Добавим модификатор Solidify, вот он сразу даст толщину нашему объекту, увеличим ее, ну, поскольку я говорил, мы в любом случае будем топить наш объект в геометрию, чуть-чуть притопим его в том месте, где он уже должен попадать в бочку, и теперь, так как мы не создавали пока геометрию, мы можем теперь скорректировать аккуратно изгиб нашего вот этого креста. В принципе, по идее, так как у нас верх и низ отзеркальны, мы можем, кстати говоря, даже отзеркалить вот эту часть, нижнюю удалить, добавим модификатор Mirror, только обязательно вытащим его вверх стека, чтобы у нас сначала было зеркало, а потом уже после зеркала был модификатор Solidify. Поменяем направление с x на z, клиппинг тоже не забывайте воткнуть на всякий случай, и теперь с пропорциональным редактированием, опять же, тип пропорционального редактирования будем смотреть уже по факту, GY, пробуем, если подходит, то можем использовать его, если не подходит, слишком много захватили, давайте вот этот лупкат уберем, GY, вот, так вроде, так вроде оно получше, ну мелочевку какую-то, которая вот этот вот центр огибается, это мы можем уже вручную поправить, GY чуть-чуть, и вот эту верхушку опять же GY утопить. Прям досконально заморачиваться, чтобы оно было какое-то прям мега-мега прямое, ровное, это не обязательно. Так, и то же самое нам нужно сделать для правой и левой части. Опять же, так как теперь мы работаем с зеркалом, мы можем в принципе удалить половину face и ничего уже не добавлять, просто здесь поставить ось X. Все, то есть мы отзеркаливаем и так, и так. И здесь точно так же немножко подмять. GY чтобы она как бы обхватывала нашу бочку. Уже без пропорционального редактирования можем чуть-чуть догнать вот эти центральные, которые прям вниз ушли. Почему это не страшно? Потому что в любом случае ну как бы на низкополигоналку у нас будет запекаться детализация с высокополигоналки, а на высокополигоналки мы будем давать небольшой гранж. Так что какие-то там искажения мелкие это все на самом деле фигня. Все, готов у нас этот лепесток, крепеж. Со сглаживанием я вначале по-моему не говорил, но мы пока со сглаживанием особо не заморачиваемся, этим будем заниматься опять же уже потом. Вот. А сейчас пока с этим морочиться не будем. Теперь наша задача сделать вот этот краник. краник у нас как гайка, он восьмиугольный, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, а не шестиугольный. Создаем цилиндр. У нас здесь уже курсор установлен, но в принципе мы можем наверное shift-s курсор еще раз сюда поставить к самому объекту. Shift-a цилиндр. Оставляем шесть грани. RX90 S примерно подгоняем. смотрим. У нас краник повернут наоборот. То есть у нас плоская часть, она находится наверху, куда крепится кран. Как правильно повернуть на необходимое количество градусов? Мы можем либо с зажатым контролом R, Y зажать контрол и поворачивать на определенное количество градусов. Вот. Таким образом точно повернуть там, по-моему, в шаг 10 или 15 градусов поворота при зажатом контроле. Но если вам нужен прям точный расчет, то есть насколько нужно повернуть, ну здесь простой математический расчет. Вы можете взять, грубо говоря, там калькулятор, если не можете посчитать в уме, взять 360 градусов, это у вас полностью развернутый угол, и разделить его на количество грани. Сколько у нас здесь грани? у нас здесь 6 грани. 360 разделить на 6 это 60 градусов, это угол каждой грани, то есть вот этот 60 градусов, вот этот 60 градусов, вот этот 60 градусов. Но для того, чтобы повернуть на плоскость, нужно взять лишь половину этого угла. Значит, нам нужно не только 360 разделить на 6 граней, ну и поделить 60 напополам. 60 пополам, ну тут мы уже будем без калькулятора считать, я думаю, будет 30. Значит, следовательно, нам нужно повернуть наш цилиндр вокруг оси Y на 30 градусов. RY 30 градусов. Точно сделали, то есть безошибочно повернули на нужное количество градусов. Здесь у нас прямая плоскость, прямая горизонтальная плоскость. Так, продолжаем скейлить, редактировать, смотрим по размерам, как мы там попадаем. Здесь чуть меньше, чуть выше, где-то в начале вот как раз расширения, в конце сужения, в начале расширения вот этого лепестка. Ну, примерно у нас такое и получается. Плюс-минус опять же. S, Y чуть-чуть заскейлинг, G, Y вытащим наружу, так, чтобы это все немного где-то хотя бы топилось в геометрию, так или иначе. И начнем делать форму. Ctrl A, Rotation и Scale. Дальше улепливаем уже форму. Смотрим, есть ли здесь у этого кранника сужение. Ну, небольшое сужение, оно вроде бы есть. Не знаю, может быть, конечно кажется, но я бы сделал. Сделаем здесь небольшое залужение, то есть там буквально легкое. Так как мы сужаем, но геометрия утоплена, у нас получается, что здесь освобождается гораздо больше места. Поэтому вот здесь мы можем наоборот сделать пошире. Придать как раз вот эту форму. Сделали. на низкополигональной геометрии внутри Face мы сможем удалить, но я все-таки бы на геометрии и на самой оставил бы, отметил вот этот вот, ну, вот эту выемку. Поэтому это мы тоже за моделем. Смотрим у нас здесь вот тоже видно Reference. Выбрали LoopCut E. Делаем inset внутрь. Ну, примерно, наверное, такой. Затем E опять внутрь. И S чуть-чуть внутрь за скелем, чтобы здесь у нас создался вот этот зазор, куда будет тень потом уходить. Оошную. Есть. Теперь сделаем кран. Крам будем делать отдельно, печь будем отдельно. Там у нас нифига не видно. Этот фейс у нас на низкополигоналке потом будет удален. У крана здесь этого фейса тоже не будет. Но это так, забегая немножко вперед. Создаем дубликат этой части, отменяем перемещение правой клавиши мыши, нажимаем на клавишу P, отделить selection, выбранное. Выходим из режима редактирования, выбираем наш отделенный элемент и переходим в его редактирование. Выбираем этот элемент. теперь нам необходимо сделать поворот вот этого краника. Во-первых, поворот у нас идет он немножко после вот этого выхода из крепежа, поэтому мы сначала сделаем выдавливание, но для того, чтобы это выдавливание примерно попало в данный, ну, точно попало точнее вот под эти фейсы, мы выберем привязку к вертексам, включим эту привязку, GY и привяжем ее к вот этим вертексам по Y. Затем, ну, в принципе, там есть небольшой перекос, мы можем сделать небольшой, такой легенький совсем выход по Y за пределы. Ну, скажем так, это для понимания, как можно подогнать вертексы, вот, если необходимо. Теперь для создания поворота мы будем использовать инструмент Spin. Как работает данный инструмент? Мы, во-первых, для начала выбираем ось вокруг которой будет происходить закручивание. Данной осью у нас будет выступать 3D-курсор. Следовательно, 3D-курсор необходимо установить в точку, вокруг которой должно происходить это закручивание. Значит, закручивание, чтобы происходило за пределами, чтобы у нас здесь вот этого перекрытия не происходило, мы как раз можем выдавить наш фейс подальше, то есть, примерно где-то вот так. Для чего мы вот это делали? Для чего я это объяснял? Затем выбираем вот это, вот этот нижний edge, Shift-S, курсор to select и устанавливаем курсор вот сюда. теперь этот фейс отгоняем опять немножко назад, GY, и с выделенным фейсом выбираем инструмент Spin. Выбираем ось, вокруг которой мы будем закручивать наш вот этот краник. Это у нас ось X. У нас появляется вот этот вспомогательный инструмент с плюсиками. и он появляется, если обратите внимание, когда мы наводимся, он появляется вот здесь относительно нашего 3D-курсора. Теперь нажимаем на этот плюсик и начинаем вытягивать, ну, делать вот этот поворот нашего краника. Так, что у нас как-то высоко получился. А, ну да, потому что вокруг 3D делаем. Ну, окей, ничего страшного. с зажатым контролом поворачиваем ровно на 90 градусов и пока никуда не нажимая, переходим в редактирование нашего модификатора, начиная нашего инструмента спин. Во-первых, уменьшим количество шагов. 12 шагов нам не всралось, это очень дофига. Я думаю, нам здесь будет достаточно 6 шагов прям за глаза. И теперь нам необходимо немножко сместить его вниз. Вот этот центр. мы можем сделать это либо здесь в настройках, либо здесь вручную. Если обратите внимание, появились две стрелочки направляющие. То есть, мы можем сместить вот этот центр. смещаем вот так, чтобы получить здесь вот это небольшое закругление. Изначально центр появляется там, где у нас установлен 3D-курсор, но впоследствии мы можем его немного поправить, откорректировать. можете попробовать посмотреть, поиграться на свое усмотрение уже. Но как-то я думаю вот так. Может быть, наверное, его можно было бы взять немного поближе, но мы можем в принципе уже в режиме редактирования объекта просто выбрать фейсы вплоть до начала поворота GY и немножко их туда утопить. Сильно перебарщивать не стоит с утапливанием, потому что на конце экраника у нас также есть что-то вроде такого типа расширения, откуда у нас течет вот эта струя теперь создаем ее. Нажимаем клавишу E для выдавливания, делаем выдавливание немного вниз, для того, чтобы у нас был какой-то хотя бы искос. Затем S для скейла, смотрим не попадаем ли сюда в геометрию и смотрим на референс, попадаем ли в размеры. E экструдим вниз. но на самом деле у нас чуть подлиннее получается в оригинале мы можем наверное чуть-чуть давайте control плюс плюс GZ но я думаю нормально оставим так сделаем чуть-чуть потолще теперь делаем еще один экструд опять же немножко вниз чтобы был вот этот вот искос чтобы не было прям острого угла делаем экструд внутрь и делаем туда отверстие E и опять же S все данный фейс у нас будет заглушкой в момент текстурирования мы просто покрасим его с черным цветом эмиссии то есть он будет поглощать свет и будет создаваться впечатление что там дырка ну и тем более туда особо никто не заклянет разобрались с краником сделали его теперь сама ручка данного крана что касаемо заклепок заклепки мы на лоу-поле модели отображать не будем заклепки у нас будут запекаться в текстуру поэтому мы будем добавлять их когда будем делать уже высокополигональную модель добавляем так где у нас 3d курсор давайте поставим 3d курсор к нашему изначальному объекту сюда добавим еще один цилиндр увеличим у него чуть-чуть количество сторон давайте пускай будет 10 краник у нас маленький совсем много не надо ну прям мало-мало делать одну тоже не стоит 10 сторон для такого краника думаю будет согласно смотрим из чего у нас краник выглядит это крепеж к этой трубе затем переходная трубочка и сама ручка стих мы можем как раз тоже разделить на три части то есть не делать этой единой геометрии вообще привыкайте и старайтесь не делать не пытаться делать единой геометрии никто так не работает подгоняем примерно к месту где должно быть топим в геометрию настолько насколько это нужно создаем дубликат поднимаем наверх скейлим примерно смотрим где у нас находится на уровне заклепки значит можно его сделать повыше также под краник тоже можно в принципе сделать этот переход только чуть поменьше наверное все потом лишние фейсы мы удалим и сам вот этот краник я думаю мы можем сделать его из того же цилиндр шифт дз с там у нас фактически вплотную подходит чуть-чуть с небольшим с так только растягивать по у мы не будем иначе у нас получится овал а нам нужно получить что-то вроде такого прямоугольника со скругленными концами поэтому здесь на наконечнике у нас в принципе нормально находится мы можем чуть-чуть g y назад отогнать ну вот как-то так фактически вплотную к этой штуке вот а в режиме редактирования выбрать передние фейсы g y и вытянуть а здесь у нас в принципе выглядит плоским вроде бы но на своей модели я делал небольшое расширение на завершении sx то есть что-то типа того можете этого не делать но мне кажется так смотрится как-то более покрашен опять же сильно не усердствуем чтобы прям краю геометрии здесь все это не было с краником разобрались на этом текущий видеоролик подошел концу следующем уроке мы с вами займемся созданием набалдажника на нашу рукоятку в форме шишки хмеля если у вас остаются какие-то вопросы есть пожелания мысли комментарии смело пишите их в комменты под видеороликом ну а если вам нравится и помогает то что я делаю поддержите канал и проект на бусте ну а я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях с вами был маэстро эрдис удачного вам киберкрафта Продолжение следует...